В Екатеринбурге вечером под стенами дома на Академика Ванцовского 21-2, что на Академии, бухая 51-летняя дама Мадама на китайском бездорожнике Джилли Тугелла на очень высокой для двора скорости закатилась на тротуар, ткнулась в стену дома и затормозила в металлический забор, выгнув фрагмент последнего в сторону тротуара. По счастью для пешеходов, ни во дворе, ни за забором никто из них под удар поднебесника не попал. Но, как видно по картинке с камеры наблюдения, а на Академии, напомню, все пространство утыкано объективами, за несколько секунд до того, как дорогая Тугелла превратилась в пьянь подзаборную, с той стороны забора по тротуару прошла женщина с малышонышем. И вот им-то конкретно проперло. Если бы они где-то подзадержались секунд на пять, то забор, выдавленный бездорожником, обрушился бы ровно на их головы. А это могло было быть чревато гибелью, ну или по меньшей мере ЧМТ и прочими увечьями. Ну а так мама с ребенком услышали неподалеку от себя шум выламываемого забора и устремились. Ну то есть ломанулись вперед подальше от источника опасности. В общем, замес обошелся без внешних жертв и пострадавших. Что касается виновницы ДТП, сидевшей внутри источника опасности, то неизвестно, по какому поводу она нашвырялась, но зато известно, со слов местной очевидицы, что бухая гонщица стартанула прямо с парковки, снесла окрестные кусты и столбы, Тугелла стукнулась углом в стену дома и отскочила в забор. Где у китайского болида педаль тормоза, накиданная пилотка, видимо, с пьяну забыла. Несмотря на высокую скорость Тугеллы, ее рулевая при таране забора своим здоровьем не повредилась. До прибытия гаишников она, по версии аборигенов, все время просидела за рулем. Видимо, обдумывала. Сотрудники госавтоинспекции предложили ей сделать дыхательную гимнастику в дудку, и она надула волкотектор 0,8 мг на литр. Для приличной дамы на машине за несколько миллионов рублей это многовато. Ну и это, конечно, штраф 30 тысяч и лишение прав от полутора до двух. Ну и конечно же, ренессанс забора неплохо было бы оплатить. А ведь случилось это пьяное безобразие в святки, в святые дни. Можно было бы сказать, что для некоторых нет ничего святого, но, друзья, давайте без осуждения ближнего. Все-таки сегодня крещенский сочельник, ну а завтра могучий двунадесятый праздник.